И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вспомним с вами слова из Священного Писания. Из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы. Суть прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба и коварства, непотребства, завистливое око, богохульства, гордость, безумство. Тут перечислены ходячие грехи и все другие, большие и малые. Они исходят из сердца и вид, в каком они исходят, помышление злое. Первое семя зла впадает на мысль сделать то и то. Отчего и как впадает? Часть этих впадений можно объяснить известными законами сочетаний и сцеплений идей и образов, но только часть. Другая, значительнейшая часть происходит от самодвижного раздражения страстей человеческих. Когда страсть живет в сердце, то не может не требовать удовлетворения. Это требование обнаруживается позывом на то и другое. С позывом же соединен предмет, так же тот или другой. Отсюда мысль. А вот что надо сделать? Тут происходит, что, например, при голоде человеческом. Почувствовавший голод, чувствует позыв на пищу. А с позывом вспадает на мысль и сама пища. Отсюда достать то или это съесть. Третья, может быть, более объемистая часть, исходит от нечистых сил. Ими переполнен воздух. Они стаями летают около людей. И всякий по роду своему рассеивает вокруг себя воздействие на соприкосновенные лица. Злое летит от них, как искры от раскаленного железа. А где удобно, там внедряется искра. А с нею и мысль о злом деле. Этим, а не другим, чем-либо, можно объяснить неизвестно почему зарождающиеся помышления злые. Среди занятий, решительно несродных с ними. Но эта разность причин не делает разности в том, как поступать с помышлениями злыми. Закон для нас с вами один. Пришло злое помышление, отбрось, и делу конец. А не отбросишь в первую минуту, во вторую труднее будет, в третью еще труднее. А тут и не заметишь, как родится желание, и решение, и средства явятся. А вот грех и совершен. Вот он, в руках. Первое противление злым помышлениям – это наше с вами трезвение и бодрствование, конечно, совмещенное с молитвою Господу нашему Иисусу Христу. На этом, дорогие братья и сестры, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. 30 ноября в среду православный верующий вспоминает святителя Григория Чудотворца, епископа Неокисарийского. Он родился на севере Малой Азии, в языческой семье. Получив прекрасное образование, святой Григорий отправился в Александрию, знаменитый тогда Центр языческой и христианской учености. Восемь лет он учился у пресвитера Оригена и принял от него крещение. Вернувшись в Неокисарию, святой отказался от деятельности в миру и удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное совершенство и дары прозорливости и пророчества. Епископ Каппадокийского города Амассии решил поставить Григория епископом Неокисарийским. Святой Григорий перед принятием кафедры усердно молился, прося Бога и Божью Матерь открыть ему истинный образ поклонения Пресвятой Троице. Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом. Святой Григорий записал все, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. Символ веры, написанный святителем Григорием, великое божественное откровение в истории Церкви. На нем основано учение о Святой Троице и православном богословии. Став епископом, святитель Григорий направился в Неокисарию. Когда началось гонение на христиан при императоре Декие, Григорий увел свою паству на отдаленную гору. Один язычник, который знал место пребывания христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и начал молиться. Воины обыскали всю гору и, не увидев никого, вернулись назад. После прекращения гонений святитель вернулся в Неокисарию. Перед его смертью в городе осталось только 17 язычников. А когда святитель Григорий Чудотворец вступал на кафедру, в городе было только 17 христиан. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя Моя имя Святое. Субтитры создавал DimaTorzok